Михаил Орский, писатель, конфликтолог, автор романа «Выжить 90-е», чуть менее 10 лет провел в местах лишения свободы. Для программы «Дежурная часть» что вам сказать, уважаемые зрители, уважаемые сотрудники редакции? Тяжелые, смутные времена настали для преступного мира, для каторжан, сидельцев. Причин тому несколько. Это и увеличивающееся число наркоманов, и огромное число жителей Среднеазиатских республик, попадающие в наши тюрьмы и лагеря. Все это не способствует переживанию за единый уклад арестантского сообщества, правильной жизни и так далее. Кроме того, не дремнете государство. И вот вслед за 210-й статьей, направленной против лидеров преступного сообщества, стала работать и 282-я статья против, уже не против лидеров, не только против лидеров, а против участников так называемых экстремистских сообществ, которыми после разгрома ваххабитов и националистов теперь являются поклонники АУЕ. Ну, то есть фактически можно говорить о том, что как и лидеров арестантских сообществ, вот эти рядовые участники, теперь не совершая никаких преступлений, просто за участие вот в этом сообществе, просто придерживаясь определенных понятий, определенного образа жизни, в конце концов, определенных мыслей, могут быть наказаны энным сроком на там уже усмотрение местных судов, прокуроров и так далее. Я не думаю, что это правильно. Я не думаю, что это поможет государству, потому что вот мы часто говорим о том, что в России нет гражданского общества. А что такое гражданское общество? Это не обязательно какие-то официальные комитеты, официальные организации. Вот едет водитель, а шофер, который едет ему навстречу, мигает, что впереди менты стоят. Это проявление шоферской, я подчеркнуто сделаю неправильное ударение, шоферской солидарности, это и есть проявление гражданского общества. Если хотите, вот эти элементы взаимовыручки, какой-то единой позиции в местах лишения свободы, это тоже проявление гражданского общества. И вот и люди меняются, и законы меняются. И посему, еще раз говорю, тяжкие времена настали для преступности, как для организованной, как так для профессиональной, так и для уличной, так и для случайных людей, которые попадают в лагеря. И, в общем-то, у них никакого механизма защиты от ментовского гнета нет. Скорее, наоборот, появились капоразработчики и государство руками самих заключенных истребляет неугодных. Печально, печально, господа.